Когда я слышу вопрос, как обыграть эту стеночку, мое воображение рисует картину, как дизайнера вызывает на какую-то битву балалайчников, где он должен задорно сплясать, сыграть и спеть, обыграв тем самым всех вокруг и эти затруднительные обстоятельства. Слово «обыграть» как будто бы нивелирует сложность задачи, превращая ее в веселую свистопляску на 5 минут и не отражает тех интеллектуальных и творческих изысканий, с которыми сталкиваются дизайнеры при создании образа интерьера. Тем не менее, раз уж в народе это выражение прижилось, то и в этом видео мы будем все-таки обыгрывать стеночку. Самый простой способ, приходящий в голову любому, это картины. Лучше подбирать картины по принципу традиционному интерьеру – традиционное искусство, современному интерьеру – современное искусство. Миксовать эти направления сложно, надо иметь хорошую насмотренность и некую дерзость, и надо очень внимательно относиться к тому, что изображено на картинах. Если какая-то картина напоминает вам о важном и вдохновляет – отлично. А если ничего конкретного на этих картинах не изображено, так это может быть даже и к лучшему. Образы для размышлений не будут вам навязаны извне, а будут просто смягчать или добавлять цвета, текстуры или ритмы в интерьер. Фотографии в рамках хорошо смотрятся в интерьере, только если они выровнены по цветам или переведены в черно-белый вид. Лучше их предварительно пропустить через одинаковый фильтр и дать им одинаковую обработку для пущей привлекательности. Есть классные обои и фотообои. Как минус, так и плюс обычных обоев – это их повторяющийся ритм. Кому-то он нужен для создания однородности, а кому-то он мешает и рябит. Фотообои и фрески на широких полотнах сейчас есть очень разнообразные и тоже очень классные. Но есть очень важный принцип. Если обои – фото, это не значит, что на них должно быть фото. Чем более абстрактный на них рисунок, тем безопаснее и лучше. Обои не должны ничего имитировать. Отлично на стенах смотрится каллиграфия. Я ее очень люблю. Получается такой красивый и элегантный акцент. Можно на стенах разместить и брутальную каллиграфию, но можно элегантную, мягкую. Можно самим нарисовать, если умеете, можете пригласить художника. А можно предварительно подготовить графический файл в векторе и распечатать его на широкоформатных обоях под заказ. Этой каллиграфией я часто любуюсь по утрам, когда пью кофе, и это мои персональные минуты тишины. С недавнего времени я начала пользоваться кофемашиной Nespresso Virtue Next. Кофемашина с таким лаконичным и элегантным дизайном станет стильным акцентом и в современном, и в классическом интерьере кухни. Она достаточно компактная и тихая, но при этом мощная. Благодаря штрих-коду на каждой капсуле кофемашина Virtue Next определяет оптимальные параметры для каждого бленда. Поэтому, даже если я еще сонная, всего одним касанием кнопки я могу быстро приготовить великолепный кофе. Будь то бодрящий эспрессо или большая чашка американо. А уникальный процесс позволяет получить густую и нежную пенку крема. Здорово, что благодаря широкой коллекции натурального кофе Nespresso каждый может выбрать тот вкус и аромат кофе, который подходит именно ему. По моему промокоду вы получите дополнительную скидку на кофемашину Virtue Next до конца года. Подробности в описании к ролику. Также хорошо на стенах могут смотреться красивые шрифты или надписи. А самое важное. Для дерзких и брутальных интерьеров отлично подойдет стрит-арт. И это зачастую может выйти даже дешевле, чем иные чистовые и черновые работы по стене. Декоративная штукатурка, микробетон, микроцементы и прочие виды изощрений со штукатуркой представляют у себя, по сути, одно. Штукатурку с добавлением разных цветовых пигментов, блесточек и приданием им интересной фактуры или форм. Я смотрю на него не как на украшения, а как на добавление интерьеру текстурного многообразия. То есть это должен быть лишь один оттенок из всей текстурной палитры интерьера. Но если кто-то любит эти поверхности, то да, они могут легко обыграть вашу стеночку. Очень простой инструмент – краска. Цветом можно выделить функциональные блоки или зоны, если вам нравится интерьер в стиле Color Block. Цветом можно создать абстрактную геометрию. К слову, в зависимости от типа обоев, можно даже покрасить их поверх рисунка. Исключения составляют лишь бумажные. Они могут пузыриться при густом нанесении краски. Есть специальные декоративные ленты для интерьера, которые вы легко можете найти в изобилии на Алиэкспрессе. А еще есть наклейки для интерьера. Это очень бюджетный способ обыграть стеночку. Тут, опять же, рекомендую не отвлекаться на котиков и кейтиков, а сосредоточиться на абстрактной геометрии. Кружочки, линии, квадраты, треугольники, зигзаги, асимметричные композиции всегда выглядят в долгосрочной перспективе более выигрышно. А приобретение наклейки с хитрым котиком больше похоже на эмоциональную покупку, которая будет радовать 15 минут, а потом попадет в слепую зону, не принося интерьеру никакого выигрыша, а лишь навязывая образ. Теперь у нас группа грубых рельефов. Это фасадная плитка, которая была в моде в 70-е, 80-е, а в странах СНГ была жутко модной в 90-е. Кирпич, который был ужасно моден в середине 20-го века, а у нас стал популярен в нулевые. Вот теперь скала, которая тоже, вероятно, станет трендом десятилетия, однако после будет выглядеть так же, как сейчас выглядит фасадная плитка на коробе вентиляции кухни. Но 10 лет для ремонта хороший срок, а если вы влюблены в это решение всем сердцем, то никаких трендов существовать для вас не должно в принципе. Однако надо понимать, что такие крупные рельефы в интерьере – это просто ядерная бомба дизайнеров. Нельзя взять балалайку и в месте, где как-то пустовато, сыграть такой рельеф. Такой рельеф всегда надо прятать, чтобы он никого не травмировал. Я курс целый написала про то, как в том числе эти и другие текстуры работают в интерьере, поэтому вкратце это не объяснить, но вы должны понимать, что это весь интерьер надо подстраивать под такой рельеф, а не наоборот. И при проектировании создавать такое пространство, которое бы не противоречило этому приему и не спорило бы с ним. Панели прекрасно подходят практически для всех ситуаций. Их можно наносить как поверх черновых материалов, так размещать и поверх чистовых поверхностей. Панели могут быть из МДФ, они могут быть ровные или рельефные. Панели могут быть из ЛДСП, из дерева, из деревянного шпона. Или могут быть мягкими и покрыты текстильной или кожаной обивкой. Таких, кстати, сейчас появилось очень много. Даже в маркетплейсах есть множество готовых вариантов. Еще панели могут быть из гипса, дюрополимера или полиуретана. Но это все решения традиционные. Более свежо и необычно смотрятся металлические панели или панели под металл. И это на самом деле может выйти очень недорого. Особенно если использовать готовые решения, например, фартуки для кухни из Икеи. Никто вам не помешает перенести на стену покрытие, предназначенное для других зон. Например, для пола. На полный паркет ламинат на стене. Вариант, но надо знать, как его клеить. Редко, но встречается специальная доска для стен. Но еще очень хорошо смотрится на стене керамогранит. Особенно широкоформатный. В ход могут пойти стекла и зеркала, поскольку материал один, суть одна. Стекла и зеркала могут быть прекрасным украшением. Хорошо смотрятся тонированные стекла. Несколько стеклянных или зеркальных элементов, собранных вместе в композицию. Зеркалами при правильном размещении можно пробить стены в соседские квартиры. Фигурально выражаюсь, конечно. Вы можете даже оставить кусок бетонной или кирпичной стены и прикрыть его стеклом, показав конструкцию, если она, конечно, красивая. И при этом сохранить ощущение чистоты в интерьере. Рейки, по своей сути, это ритмично повторяющиеся вертикальные элементы. Они могут быть деревянные, могут быть гипсовые, сделанные из полиуретана и даже из металлических профилей. Во всем этом многообразии, самое главное, не перемонотоньте, а то обилие ритмичных полосочек может тоже восприниматься как однородная, не обыгранная поверхность. Расставляйте вертикальные элементы с умеренностью и помните про то, что они всегда очень сложно стыкуются со всем. С плинтусами, с розетками, выключателями и прочим декором. И продумывайте эти стыки заранее. Полки. Полками можно не только обыграть стеночку, но и добавить интерьеру к функции хранения. Тут может быть огромное разнообразие по размерам, по цветам и коллекциям, а также можно сразу купить закрытые полки. Однако, играя, не заигрывайтесь и помните, что рыхлые стены тяжелыми полками не обыграть, так что этот вариант не везде подходит. Хорошо можно обыграть стену светом. Это могут быть и бра, и торшеры на фоне стены с рисующим светом, или это могут быть сами по себе красивые светильники, на которые просто приятно посмотреть. Это может быть неоновый арт, могут быть какие-то световые инсталляции и подсветки. Свет в этом случае не только освещает, сколько создает атмосферу, которую одинокая люстра в центре комнаты, к сожалению, дать не сможет. Также это может быть скрытая подсветка, которая подчеркивает какой-то рельеф, и тогда оба эти объекта работают на усиление друг друга. А также можно скомбинировать разные методы, но с комбинациями разных вариантов лучше, конечно, не заигрываться, особенно если оформление интерьера для вас задача не из привычных и воспринимается скорее как рулетка с непредсказуемым результатом. Я очень четко понимаю людей, которые находятся в замешательстве от того, что они не могут подобрать какой-то элемент интерьера и чувствуют неуверенность. В ответ на эту потребность я и создала курс по стилизации интерьера, где правила создания красивого и гармоничного интерьера с использованием различных материалов, форм, текстур, фактур, цветов и даже стилей сведены мной до понятной системы. Ссылка на этот курс находится в описании к видео. Отдельно хочу заметить, что пустые стены это не обязательно какая-то трагедия. В интерьерах с акцентом на чистоту, где главным украшением является красота тишины, украшать вообще ничего не нужно. Быть может, у вас уже красиво и балалайк лучше отложить в сторону. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых роликов. Всем дизайн! Субтитры подогнал «Симон»!